В зимний период это один из самых актуальных вопросов, с которым сотрудники Госадомтехнадзора обращаются к представителям торговых предприятий, чьи крыши изобилуют ледяными образованиями и снегом. Благо большинство собственников на претензии инспекторов реагируют адекватно. Мы уберем все. Вы передадите? Да, конечно. Я тогда предоставлю, значит, и приедет уже руководитель, значит, будет принимать меры воздействия. Ну да, мы примем меры, конечно, все это уберем. Отговорки, почему собственники зданий не убирают сосульки и снег, разные. Самое распространенное – чистим, но после недавней оттепели еще не успели. Ранее убирали, они снова образовались. Было тепло. Когда строили здание, видимо, крыша теплая, и получается, что тает снег. Теперь какие ваши будут действия, вы уберете? Конечно. Спецоперацию «Опасная кровля» инспекторы проводят ежедневно и каждый раз встречаются с нарушениями. С октября прошлого года на территории Ленинского района их зафиксировано более 30. В случае выявления на крыше сосулек и снега шириной свыше 20 сантиметров, сотрудники Госадомтехнадзора штрафуют несовестливых предпринимателей. Наказание двух типов – предупреждение и административный штраф от 15 тысяч рублей. Если юридическое лицо устраняет правонарушение, это смягчающее обстоятельство по коду с административным правонарушением. Соответственно, юридическое лицо получает предупреждение. Но в дальнейшем, если будут еще нарушения, соответственно, это уже отягчающее обстоятельство, то есть повторность правонарушения уже будет административный штраф. Внимание обращается и на пешеходные зоны. Зачастую они бывают неочищены. Хозяева нестационарных торговых объектов, расположенных на остановках, также попали в список нарушителей. Еще больше бросается в глаза, когда один павильон засыпан глыбой снега, а такая же палатка напротив полностью очищена. Это может говорить исключительно о сознательности собственника.